добрый вечер мы продолжаем нашу серию уроков по поводу тура и наука сегодня мы затронем небольшую тему которая связана тоже со словами веры и немножко она касается тоже нашей темы тура и наука для начала я хотел бы спросить общий вопрос я хотел бы спросить на основании чего мы соблюдаем заповеди торы заповеди наших мудрецов и наши обычаи что как бы является что нас не знаю заставляет на основании чего мы соблюдаем наши за все давно есть три уровня заповеди это обычаи тогда уже не заповеди есть заповеди мудрецов и заповеди истории почему мы соблюдаем гблцов и заповеди мудрецов и заповеди мудрецов и заповеди мудрецов и ответы давайте тогда я вам помогу я дам неправильный или не до конца правильный ответ мы соблюдаем заповеди к тому же так нам приказал бог это такой распространенный известный ответ и в кук с ним в общем-то в нашем отрывке немножко спорить правку говорит мы соблюдаем заповеди не потому что бог нам их приказал соблюдать а потому что мы приняли это как народ начиная с обычаев продолжая через заповеди мудрецов и даже заповеди то основа того что мы соблюдаем не то что бог приказал а то что мы это повеление приняли и сказали да мы это будем делать это вот да мы это будем делать это тоже нас обязывает соблюдать заповеди а не то что бог приказал бог приказал могли сказать и как Сегодня люди тоже говорят и могут говорить. Хорошо, что приказал. А я решил по-другому. Так вот наше общее национальное принятие заповедей всех уровней. Это то, что нас обязывает их соблюдать. Я, к сожалению, перевел не все, только часть. И поэтому теперь к чему это, к нашей теме вера и неверия. Потому что ближе, наверное, относятся к теме основы Тора. Рав говорит, что часть тех, которые хотела выбить у нас из-под ног соблюдение заповедей, ошибочно полагая, что мы соблюдаем заповеди мудрецов из-за того, что мудрецы такие великие. Вот если мы сейчас покажем, что они простые, обыкновенные люди, у них есть свои недостатки и так далее, то мы прекратим эти заповеди сразу соблюдать. И Рав Кук с ними спорит именно в этом вот ключе, что основа соблюдения наших заповедей совершенно не из-за того, что наши мудрецы они велики. Они, конечно, великие, это нам добавляет радости и любви к заповеди мудрецов, которые мы соблюдаем, но это совершенно не основа. А теперь, с вашего позволения, перейдем к тексту. К сожалению, текст на сегодня так половина, потому что основная новость, которая на равном говорит, это не только, что заповеди мудрецов мы их соблюдаем, потому что мы это приняли на себя. Но Рав также дальше говорит, что и заповеди Торы мы соблюдаем, потому что мы это приняли на себя. Спасибо. Продолжение следует... Все видят текст, Нахон? Отлично. Итак, давайте начнем. Знай, что мы с любовью соблюдаем обычаи Израиля, которые, как мы знаем, не были нам заповедованы. Ни по какому пророчеству. Итак, есть обычаи. А, секундочку. У нас есть еще один под. Значит, у нас есть заповеди истории, заповеди мудрецов. У нас есть повеление пророков и обычаи. Вот здесь Рав нам говорит, что обычаи, никаким пророкам нам не были переданы. И тем не менее мы их соблюдаем. На каком основании? И все из-за любви нашего народа, ее любви и величия к нашей высшей, божественной, святой. Здесь немножко это самое. Во-первых, масло-масло получается. Во-вторых, как вот тут хивув, хиба перевести. Мне не очень получилось. И я переводил это все «Любовь, любовь». Это все немножко наложилось вот на себя. Из-за того, что наш народ любит заповеди. Поэтому он их соблюдает. Это в общем такое, что Рав хотел здесь стоять. Теперь Рав хочет нам доказать, что не только обычаи, но также заповеди, которые нам заповедовали мудрецы, мы их соблюдаем не из-за величия самих мудрецов. Рав скажет позже прямым текстом, но этого уже нет в переводе, к сожалению. А по-другому. И для этого он немножко заходит с нами в такую небольшую туалетическую дискуссию. И также все заповеди мудрецов, которые мы исполняли, главная основа этого – принятие всем народом. То есть величие народа, его историческое, вечное, божественное, милое влияние. И чем оно более углубляется, тем более оно приглядное и раскрывается, в ней все больше и больше желания и общая суть нации. Так, основа выполнения заповеди мудрецов – это принятие всем народом. И несмотря на то, но мы же знаем по-другому мучить, и несмотря на то, что учит это мудрецы из намеки в стихе «Не отклоняйтесь», «Лотосуру», есть стих, из которого сказано «Исторый», да? В письменной твари есть стих, который говорит, что «И не отклоняйтесь от повеления мудрецов налево или направо». Да, такой стих есть, и Раф с ним знаком, и он нас сейчас будет, мы сейчас будем с этим стихом, и как раз будем работать. Давайте смотреть, что с этим стихом. И несмотря на то, что учат мудрецы из намеков в стихе «Не отклоняйтесь». Теперь учат из намека. «Наеврите асмихуну» – это асмахта. Секундочку. Или вот. «Вафальгаав да смехну раббана на лотосу». Теперь это один из способов учебы, когда не учатся из самого стиха, а мудрецы буквально к тому, что нужно выучить, прилепляют к посту, который похож нам и подходит. То есть это не, это, скажем так, это слабая форма учения из стиха. Это не напрямую из этого стиха я учу, что так-то и так-то. А когда мудрецы говорят, это у нас асмахта. То есть они как бы это повеление прицепили к стиху, несмотря на то, что на самом-то деле стих про это повеление напрямую не говорит. Но это, тем не менее, учеба. Когда мудрецы учат из стиха, обычно мы говорим, что это не повеление мудрецов, а это повеление ТО. Поэтому сейчас мы должны понять, это вообще повеление мудрецов или повеление ТО. И несмотря на то, что учат им мудрецы из намеков в стихе «Не отклоняйтесь», в любом случае четкая основа – это принятие всего народа. Как известно из того, что требуется также принятие всем народом. То есть, чтобы это повеление распространилось во всем еврейском народе. О чем идет речь? Речь идет о том, что повеление мудрецов, если оно не распространилось во всем народе, если народ его не принял, то оно отменяется. Соответственно, раб говорит, понятно поэтому, что самая главная, основная вещь в повелении мудрецов – это то, что это принято народу. Поэтому, что нас обязывает выполнять заповеди мудрецов, что нас обязывает выполнять заповеди мудрецов, это основа того, что народ ее принял. И из любви к своему народу, то есть основа здесь, она национальная, из любви к своему народу, мы говорили про то, то, что повеление мудрецов должно распространиться в народе. Соответственно, что нас обязывает, основное, что нас обязывает исполнять заповеди мудрецов – это то, что народ это принял. Соответственно, любовь и освящение части своего народа. Потом гораздо дальше и мягче и совсем-совсем намеком Раф скажет, что это у нас также распространяется и на заповеди тоже самое по себе. То, когда мы стояли на Алисинае и сказали, что мы это принимаем исполнять на себя, это то, что нас обязывает. То есть, в конце концов, давайте дочитаем этот рывок наш до конца. А, и теперь что у нас есть еще? И известно мнение Рамбама, что этот стих не относится к соблюдению заповеди мудрецов. Есть классический комментатор. Не Рамбам, а Рамбам. Раби Моши бен Нахман. Который говорит, что этот стих, он вообще не относится к соблюдению заповедей мудрецов. Тем не менее, мы эти заповеди соблюдаем. И не просто соблюдаем, а соблюдаем их с любовью. Почему? Потому что мы их приняли на себя. Как народ. Мы свой народ любим. И его заповеди, которые он на себя принял, соблюдаем. По тексту у меня все. Соответственно, то, чего я недопереводил, там Рабскара, это как это вообще? То есть основная здесь тема у Раба, это отношение, это отношение с неверием. И в его временно, видимо, то есть сегодня я не очень сталкивался. Была вот такая критическая линия, которая пыталась с помощью критики мудрецов привести к ослаблению, ослаблению заповедей. Вот вы соблюдаете заповеди, потому что Иран говорит, что это просто ошибка. Это мнение, это вера в то, что мы соблюдаем заповеди на основании того, что мудрецы, они великие, это неверно. Мудрецы, конечно, и безусловно великие, это нам помогает соблюдать заповеди. Однако основа соблюдения заповедей, это, конечно, что мы приняли на себя. И Раф тут приводит, если не ошибаюсь, также постановление Рабину Гершем, которое уже было гораздо позже всех мудрецов. Он постановил, самая известная вещь, это что запрещено жениться на больше, чем одной женщине одновременно, хотя по Торе это разрешено. И там, где это обычай распространено, мы его с любовью соблюдаем, несмотря на то, что никакой пророк нам этого не заповедовал. А именно то, что основа, то, что повеление распространилось по народу. На этом мне остается только принести свои извинения, что только этот маленький отрывок я успел перевести. И поэтому... А может, я хочу... А может, я хочу... А может, я хочу... Что? А может, про все вместе дальше немного и переведем? Давайте. Давайте. Хорошо. Давайте. Хорошо. Если желание, давайте. Так, хорошо. Тогда так это и останется и в Facebook, и на записи. С этого момента, значит, будем уже идти медленнее, но что-то еще может быть интересное, мы его тащим. Хорошо? Отлично. Итак. Значит, тогда мы перескакиваем на еврей. И вот сейчас мы упомянули здесь Рамбана. Мы чуть не читали русский. Секундочку. Тем не менее... Так, стоп, 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 стоп. Я даже шер не сделал. Так, давайте, по крайней мере, последнее предложение читаем полностью. Известен менее Рамбана, что этот стих не относится как судьбили заповеди мудрецов. Тем не менее, эти заповеди очень милы нам, исполняются с любовью. Это вот здесь. Это то, что мы сейчас, до стих мы перевели. Так, давайте попробуем пересчитать дальше. Вот там, а мы керимет о за ава зот в коль либам, и на маисот шел аума леулам, а фиду баютал муатим бекамут. Подстановись, я перевели, да? Вы те люди, которые... Слушай, это просто отвечает предложение. У бессреди ма шерашем хуры. Да, да, на храм, пожалуйста. А, эти люди, которые познали во всей силе эту любовь всем своим сердцем, это основа народа во веки, даже если они очень немногочисленные, и у бессреди ма шерашем хуры. Это откуда цитата? Не помню, из Танаха. Это из Пророков, по-моему. Остатки, которым Всевышний вызывает. Да, да, сейчас посмотрим. Я надеюсь. Принимают всем своим сердцем, даже если они малочисленные. Да, давайте еще раз прочитаем. Те, которые приняли эту любовь в своем сердце, это основа народа, даже если они малочисленные. И радость приводит к остаткам, которым Всевышний зовет. Это искренний юэль, и там такой стих. И молит, вот оно следующее предложение. Итак, аль-кэль, въясода ма оси танут בעцер, хуць в коль а-дварьем укшурием битвыдот альюнот шэм церихим лоббириум ледоот муфшотот, шэм митур гдолиум бодиум меколь ма шэмм ма шэмм мяццрэм бауза, бетфарта, бэхибат, мудаши, кнэст-эсраэль, бэлевав, бэнэр. Здесь должна быть точка запятой. Поэтому основа соблюдения она зависит от потом я прыгаю в конец предложения мощи и возвеличения и любви, уважения собрания Израиля в сердце ее сыновей. Итак, основа соблюдения стоит на принятии народа и любви к этому народу. Теперь же у нас в середине. в дополнение к тем более высоким и более абстрактным вещам, которые для которых нужно абстрактное мышление и более высокое, и более глубокое, которое выше всего того, что мы можем себе представить и понять, тем не менее, по крайней мере, основа соблюдения это принятие народа. Нехаму, у вас есть какие-то по поводу перевода? Нет, я просто хотела уточнить. По-вашему, по-твоему, он здесь продолжает говорить о заповедях, мы только что говорили о заповедях Дарабанан, но сейчас возникает ощущение, что он перешел вообще ко всем заповедям. Исо да ма си. Хорошо, я принимаю то, что вы говорите, Нехаму. Я не знаю, я ничего не говорю, я спрашиваю. Не совсем понятно просто. Я принимаю то, что вы говорите. И действительно такой переход есть. Мы потихоньку, обратите внимание, мы начались с обычаях, перешли к заповеди мудрецов, и мы обязательно придем к соблюдению самой письмене в конце. Поэтому у нас есть такой переход. В данном случае, мне еще кажется, что мы еще остаемся на заповеди мудрецов из-за последующих предложений. Посмотрите следующее предложение. Многие думали, что основа соблюдения устной торы это из-за того, что мудрецы такие великие и святые. Ирау говорит дальше, что это верно, но как основа это неправильно. Мы соблюдаем не поэтому. Поэтому мне кажется, да, потихонечку мы начинаем переход в сторону также соблюдения неважно какого, но пока Раф здесь говорит про устную тору и заповеди мудрецов. Так, следующее предложение, с которым я тут его вытащил, чтобы поспорить сныхамово теперь еще раз прочитать и перевести. Секундочку, мы что-то пропустили. А, да, конечно, мы пропустили. И теперь отсутствие понимания отсутствие понимания важности принятия народом, принятие в общем народом, да, на протяжении всех его поколений привело по отношению к устной торе, то есть к заповеди мудрецов, привело к падению в том числе в области литератур. Штаров имеет ввиду, давайте Раф сам себя очень часто объясняет. Поэтому вместо того, чтобы думать, что же Раф имел ввиду, давайте перейдем к следующему предложению. Так, его, видимо, нужно будет резать, потому что оно длинное. Ну, вот оно захочется. Ребята, Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok И, конечно, реальное соблюдение заповедей Торы, уже письменной Торы, мы не обязаны это делать меньше, чем устной Торы, из-за основы, из-за национальной основы, чем от устной Торы и заповеди Мудрецёва. То есть обязанность соблюдать письменную Тору на основе принятия национального, как не меньше, это основа письменной Торы, чем устной. Не меньше, чем устной. Как сказано, что Всевышний не заключил завет с народом Израиля, но только для слов, которые устной, только из-за устной Торы. А в чем у нас основа устной Торы? Основа которой – это божественная важность, которая находится в этом народе. Единственное, в мифла… То есть получается, что письменная Тора, она очень сильно зависит от устной. А устная Тора, собственно, это то, что несет народ. Отлично и правильно, да. Здесь написано намеком, но по урокам Равшарки это именно так. Нет, так это здесь написано. Она не чуть меньше. Отлично, отлично. Это основа. Почему она не меньше? Потому что Бог заключил с нами союз на основе устной Торы, которую народ будет, собственно, нести в себе. И этот союз, он обязывает нас, да, союз обязывает нас соблюдать письменную Тору. То есть они одна на другой не отделились. Это то, что написано здесь. Это как бы можно объяснить более подробно, но вот… Мне нечего вам сказать, кроме еще раз спасибо. Вы в очередной раз прочли то, что я пропустил. Очень хорошо. Все очень здорово. Именно так. Я просто из другого места знаю, что это верно, а здесь я это проскочил. Вы абсолютно правы. Это, конечно, простое понимание этого лишь написано. Основа – это устная Тора. Устная Тора стоит на основе народа. Соответственно, принятие народа – это основа всего. Устной Торы, письменной Торы, заповеди мудрецов и наших обычаев. И эту пирамиду ни в коем случае никак нельзя ставить наоборот. Ни на какой другой Бог. Наверху народ. Народ принимает… Народ общается устно с Богом, принимает на себя его повеление. А то, что потом это записано, как говорит Рафшерке, это вообще не для нас, это для других народов. Потому что, если мы – это часть нашей истории, то, что история о том, что написано… Тора дана еврейскому народу, но то, что записано в Торе, что мы ходили по пустыне или то, что мы вышли из Египта, это не для нас. Потому что мы – это часть нашей национальной истории, мы это получаем по традиции. Мы знаем, что это верно не потому, что это написано в Торе, а потому, что мы получили по традиции наша национальная история. Если в Торе будет написано по-другому, чем у нас в традиции, у нас будет противоречие по отношению к Торе не к традиции, потому что, соответственно, когда со мной произошло что-то, это я сейчас в Рафшерке пересказываю, со мной произошло что-то, а потом это написали в газете. И ко мне пришел сын и спрашивает, вот смотри, папа, ты мне рассказал вот так, а в газете написано вот так. Конечно, Тора это не газета, но аналогия она здесь, она вот такая. То, что это написано, это написано для того, кто не присутствовал лично. В этом плане, то, что написано в Торе о том, что евреи гуляли по пустыне, вышли из Египта, а потом завоевывали землю Израиля, это не для нас. Мы это получили от папы с мамой по традиции, потому что часть нашей национальной истории. Для этого нам не нужна Тора, чтобы знать то, что мы завоевали землю Израиля. А тем, кто через это лично не прошел, ему, конечно, нужны святые писания, в которых было бы написано, что вот неприятности завоевали землю Израиля, и поэтому это их. Что Бог дал, да? Вот. Я извиняюсь, что так вот самое, но безусловно, да? Бог устно встретился с еврейским народом, пообщался и получили устную Тору. После этого все было записано, письменно. После чего мудрецы начали, как это, устная Тора, она скромная, поэтому она письменно выставляет перед собой. И все законы нам нужно, как вот здесь Раф нам, кстати, намекнул, все законы нам нужно из устной Торы прилепить к ним стих, похожий, с которым мы это как бы учим. Но это учим не по-настоящему, это как бы. Потому что законы, мы знаем их из традиций, а не из-за того, что они написаны в Тору. Вот так, но это тоже, это визит, что у нас сейчас Рафкука не написано, это все из уроков Рафшерки, но это все исправно. По-моему, дальше там в этом вроде написано, но это не так важно. Но все же по-разному, не все законы, как здесь, как этот вот, слушай, мудрецов твоего поколения, это Асмахта. В некоторых случаях законы прямо... Выводятся. А если я ошибаюсь, то здесь... Или выводятся, или привезены прямо в Торец. Да, но, по-моему, есть... А так нужно делать все ли? Да, да, но, по-моему, у нас есть в нашей традиции мнение комментаторов, которые говорят, что все, что в Толмуне написано, все равно Асмахта. По-моему, это Рамбам, что все, что мы это вообще, мы это не учим, на самом-то деле, мы это не учим из Тихо. Это немножко другое обсуждение. Я туда не полезу по одной простой причине, что я в нем абсолютно не компетентен. Вот, поэтому мне очень хочется, наслушался много чего, но лезть туда не хочу из-за отсутствия компетенции. Ну, да, Рамбам это пишет, у него довольно такая классификация, то, что выводится. Но не все вот таким образом выводится, так сказать, именно дрожжой такой. Некоторые вещи, они написаны прямо в Торец. Ну, неважно. Да вот, например, там, если ты хочешь принести жертву, там, мол, а... Или, там, какие жертвы приносить, там, в праздники, снейк, восемь, нэш, анат, мимим, и так далее. Это написано, это не требуется вывода. Ну, как бы есть по этому разница. Нет проблем, но еще раз, да, что у нас основа? Как вот, я опять-таки, это самое... Да, да, это вообще... Если у нас, если мы найдем противоречие между тем, что написано в Торе, и тем, что там говорит традиция, то, как бы, как на иврите говорят, сверху будет рука традиции, это точка. Если у нас будет противоречие между тем, что написано в Торе, и традиции, то традиция, она... Конечно. Да. И, соответственно, это основа. Традиция, это устная Тора, и, соответственно, это связано с... Она не идет в отрыве от народа, а вот письменная вполне может быть. Письменную Тору, как бы, можно там перевести, там, забрать, там, и так далее. А устная Тора – это живая традиция, она живая, да? Соответственно, она уже без народа не идет. Видимо, такая у нас логическая связка. Ну, окей, значит, я сегодня ответственный за полурока, а за вторую ночью половину соответственно Нехама, поэтому огромное спасибо Нехаму. Я не за... Ну, просто я предложила, это вполне прошло, поскольку уже это, так сказать... Нам рассказали даже, про мы сделали, что будет дальше. И просто мы перевели, мы перевели. Я тут просто... Просто... Предложил делать так. Мы так иногда делаем, когда мы изучаем ровоширки, мы просто читаем и переводим по ходу дела, потому что нет времени переводить. И это ничего страшного. В общем, люди слушают. Нет, более прилично все-таки сперва перевести, а потом обсуждать, так, конечно... Но когда нет возможности такой, ничего не сделаем. Когда у нас была возможность, кто-то успевал переводить, тогда да, а сейчас... Да, получается. Да. А она там просто изначально... Нет, смотрите, мне кажется, тем не менее, более точно, когда все-таки есть перевод. Быстрее идет, лучше, не нужно как бы... Это хорошо все, но темп урока вам другой. Да, то есть... Да, да. Особенно тяжело, неприятно людям, которые, так сказать, не знают юбрид, они как бы слушают одно и то же. Не, наоборот, мне кажется, сложно людям, которые не знают юбрид, они половина... Не важно. Окей, хорошо. Сраввкулком не важно. Это... Все равно ты повторяешь там перевод. Сраввкулком, да, там, чтобы понять, нужно повторять много раз. Да, мы. Это сложно понять. Итак, я хочу... Виктория, кто-то, Елена, нас как-то... Да, я хочу, кстати, высказаться. Добрый вечер еще раз. Я хочу сказать, что, ну, на самом деле, что такое для нас мудрецы, среди них много пророков, и, пожалуй, наверное, подавляющее большинство. Это рупор определенного слоя исторического. Это определенное поколение. Они отражают время. То, что незыблемо во времени, то остается, как торы незыблемы. А они отражают некоторые признаки времени. Поэтому что-то отмирает, что-то остается, и со многим мы считаемся. Потому что так было умно сделать. Ну, например, вот почему несколько жен нельзя. Возможно, из какой-то санитарии связано. Я не знаю. То есть это было с родни поколения. Не, ну, честно, вот я вот так подумала. Мало ли что. Мы же не понимаем немного, что там происходило. Возможно, это чем-то обосновано. Я вот так на эти вещи смотрю. Безусловно, обосновано. Я только хочу развить вашу мысль. То, что как бы основа по нашему уроку, то, что проходит через всю историю, это нить жизни еврейского народа. Я тут тоже начал высокопарно после Рафуга говорить. Это вот эта самая живая традиция мудрецы, которой есть часть этой традиции. Но на самом деле это просто полотно жизни еврейского народа. Соответственно, то, что там остается, это и есть наша традиция. Так, теперь по поводу, если не ошибаюсь, Рабена Гершома, он же объясняет, почему там нельзя. Я это встречал, но как бы сам внутри не видел. Поэтому, знаете, что я не буду там, потому что я не уверен. Нет, Рабена Гершома, ты не мог видеть объяснение, потому что его документы, его запись не существует. Традиция относится этот хэром к Рабену Гершома. А сам Рабену Гершома, то есть как бы нигде им не записан этот хэром. Поэтому объяснения уже даны тоже параллельно, после и так далее. Не им самим. Отлично, отлично. Поэтому, да, очень хорошо. Но вот именно как бы основа вот этой вечной традиции, это как бы миркам хаим, это вот сама жизнь еврейского народа, который вечный. Поэтому традиция, она вечная, связана с вечным Богом. И как бы поэтому нельзя взять вот эту вот Тору письменную, оторвать ее от еврейского народа и чего-то из нее самостоятельно пытаться читать и учить. Мы получим христианство, мусульманство и другие всякие штуки. Основа, это именно устная традиция, потому что традиция жизни святого вечного народа. Это основа, конечно, всего нашего соблюдения заповедей. Всех их уровней, начиная от заповедей Исторы, продолжая заповеди мудрецов и обычаями. И в этом ракурсе, кстати, нет принципиальной между ними разницы. Мы всегда, когда учим, говорим, что нет принципиальной разницы, разница на только там, где нам проще ослабить, где нам проще устражить, но принципиальной разницы нет. И вот из этого отрывка такая вещь вытекает, потому что основа всего это принятие народа. Если народ принял какое-то обычай, ты этого не делаешь, ты себя вынул из общности народа, это как будто ты отрицаешься норм. Это рак нам привел этот посыл. Соответственно, нашей основной темы по поводу веры и неверия мы коснулись только чуть-чуть, потому что у нас в отрывочке была вот эта вот тема, что люди по ошибке решили, что мы соблюдаем заповеди только из-за величия мудрецов. По крайней мере, заповеди устной Торы, заповеди мудрецов. И начали как-то, простите, как-то мой французский, наезжать на мудрецов. Рак говорит, как он любит всегда, вместо того, чтобы спорить там, он был прав, он был неправ, он вытягивает коврик из-под ног. Он говорит, ребята, вы стоите не на той основе вообще. Мы соблюдаем заповеди совершенно не из-за того, что мудрецы были такие велики, более велики или менее велики. Это, конечно, правда, это, конечно, нам помогает, но это вообще ни основа никак. Огромное всем спасибо. Кто-то еще хочет сказать слово в завершение? Тогда будем прощаться до следующего урока. Большое всем спасибо еще раз. И как это? Слава Украине! Дай Бог, чтобы. До свидания. Всем счастливо, всем до свидания. Очень радостно всех видеть. Да, взаимно. И это самое, как-то, конечно, с праздником, с кошерным и радостным Песахом. Это как-то выход из рабства на свободу, это все касается. Так что поздравляю всех с праздником, всего самого наилучшего. С праздником. Спасибо вам. До свидания. Всего наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok